всем большой привет друзья с кубани с наших 28 соток чувствовать уже мы стали что зима где-то рядышком прохладненько у нас но сегодня выдался такой приятный тепленький денек поэтому это время с удовольствием проводим на улице на своем участке я не закончила еще все работы на земле летом мне подарили вот этих два чудесных кактуса это опунция энгельмана за лето у каждого выросло вот по такому большому уху появился плод вот он но так как он поздно у меня зацвел конечно он не вызрел вроде и земли на участке много но подходящего укромного и в то же время солнечного уголка оказалось найти непросто полисадники много места но там затененная северная сторона здесь вот под виноградом у меня есть небольшой цветничок но он тоже находится в полутени поэтому высадить я их решила здесь вдоль бани тут солнечное место то что любят эти колючки здесь у меня хорошо цвели и продолжают свести циние и гацания пусты настолько мощные и привязываю я их и все равно их валит и валит ветрами дождями размывает жалко вот их выдирать наверное придется сейчас что-то и удалить чтобы освободить место здесь вот у меня посажена розочка весну я ее сажала и вот хочу по обе стороны от нее высадить вот эти два кактуса моих вот гацанька вот еще цветет хорошо но не буду убирать пока не буду убирать те примероски которые были у нас по всей видимости очень легкие но на цветы это никак не повлияло но лист виноградный начинает уже сыпаться поэтому внешний вид становится не очень красивый земля здесь сухая где-то сухая а а а а а а а и Я делаю песок в равных количествах. Сделаю песок, землю садовую, которую выкапывала, и пербит. И получится у меня грунт для моих кактусов. Можно было, конечно, и готовый купить, но я решила сделать свой. Кактусам нужен очень легкий грунт, чтобы он хорошо пропускал воду, дышал, влагу чтобы не задерживал. На дно засыплю дренаж. Дышал. 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 Вот так. Осторожно. Ухо, наверное. Верно. Вот так я его в сторону. Верну. Верну. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я счастлива от того, что время-то уже подходит к середине ноября, а я имею возможность в это время года покопаться с удовольствием в земле и насладиться вот такой вот по-настоящему еще летней красотой. Продолжение следует... 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 Знаете, друзья, несмотря на то, что мы всю свою сознательную жизнь живем на земле и много чего выращивали на своих участках и в Сибири, и здесь на Кубани, но все равно постоянно сталкиваемся с какими-то растениями, с которыми имеем впервые дело. Вот таким растением является вот этот топинамбур. Никогда в жизни я его не выращивала, более того, и не ела, но тем не менее наслышана о его полезных свойствах. Кто не знает, это травянистое многолетнее растение семейства астровых, иначе его еще называют земляной грушей. Уж не знаю, влюблюсь ли я в его корнеплоды, но в этот громадный куст с его желтенькими, очень ароматными цветочками я точно влюбилась. И в одном из видео я показывала вам, как же шикарно он светет. Топинамбур на моем участке появился совсем случайно. Весной Женя пахал участок у одной бабушки и зацепил плугом по краю участка корнеплоды, которые были в земле. Ну, тогда-то бабуля и дала ему два клубня в придачу, из которых я сделала четыре, и вот сюда к сеточке их и посадила. На самом деле хлопот особых он нам не доставил, разве что подвязали кусты к сетке, так как они действительно требуют какой-то фиксации, потому что в один момент они стали заваливаться, и вот такая мощь вполне может вывернуть всю корневую систему. Раза два-три за лето поливали, и вот до последнего любовались его цветением. Собственно, весь и уход наш за ним. Ну, а сейчас вот чисто интуитивно я понимаю, что всю эту зеленую массу надо обрезать, а корнеплоды, раз это многолетнее растение, будут жить под землей, и при необходимости будем делать подкопы. Вот только сейчас обрезая, я уловила его запах, знаете, пахнет подсолнечником, подсолнечниками пахнет. Да, очень вкусно пахнет. Что-то не хватает у меня для секатора сил. Взяла я ножовку по металлу. Еще не так-то, ой, просто с ней не справится. Вот так вот. Ой. Ну уж, как могу. Она и ножовка тяжелая. Да. Не бабское это дело. О, все. О, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочется копнуть где-нибудь сбоку... Посмотреть, что там есть... Тут всякие... Еще маленькие клубни... Какие они большие, наверное, должны быть... Мелкие... Их, наверное, знаете, в зиму надо еще земли подсыпать будет сверху... Я думаю, что вот это вот все может замерзнуть, что на поверхности находится... Вон они... Вон они где... Вон они... Вон они... Клубни... Такие наросли... Как она глубоко... Уходит под землю... Такие вот... Такие вот... Вот... Думаю... И достаточно... Если надо будет... В любое время... Подошел... И накопал их... по-насоборочку... ... Если же… Профилмпедикант... Выдавим то, что Уп風 conveyayed... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ну зато зато смотрите функциональный да вот такие у него ручки оп я еще вот так вот так раз все я еще и сама не видела можно работать на более близком расстоянии то есть не надо куда-то лазить там и отходить далеко щелкнуто на щелки жалко еще не весна так осенью же тоже щелкали на будь здоров да вот этот персик осенью обрезали уже листва все вся сошла и причем не одинаково да у всех если вот на этом еще немножко листва есть здесь вот прям он еще стоит еще много листвы вот давай вот на этом мы сейчас и пощелку все разные вот эта ветка она внизу я сначала ее оставил но в этом году на ней плоды были да нет чё нет я уже нынче летом обрезал а летом я думаю вот это оставить она тут она же в тени она в тени будет с нее толк не будет не знаю да поэтому я сейчас вот так вот делаю вот так ой слушай на то и усилия почти не предлагаешь класс это тоже вот видите она это жировик как жировик но она не неправильно растет не в том месте не нужный час вообще можно конечно и сейчас осенью сады обрезать кстати мы ездили в вороников скую там по дороге сливовый сад и он уже почти что весь обрезан большой большой сливовый сад тот местные ездит в ворониковку по левой стороне как туда ехать наверное видят и вот его уже все уже обрезали так что здесь начиная с этого периода и всю зиму по весну идут обрезки деревьев но мы до весны подождем даже не до весны подождем будет затянем и ничему только в глаза будет лезть и все ну-ка дайте смотри поближе да конечно тут все остренько такая вот штука ну да смотрите в огороде даже земля подсохла собаки бегают следы еще чеснок я не сажала надо чеснок еще сажать куча наша дымится помаленьку и вот у нас финик уже знаете последние плоды такие мелковатые но они очень вкусные и хрустящие как яблочко я болела все равно выбегала в сад раз в день чтобы полакомиться фиником он же финик он же у наби он же зизи зифус у него много наименований невероятно вкусный он знаете немножко солнышко пригрело и уже ведь бежим сад уже хочется что-то поделать даже уже хочется что-то поделать стало тепло и поделать что-то хочется в саду да перемота перемот облочить еще надо раз до сейчас маленько матрица да по моему зеленую дама корица вот надо ее перебивать все и вычищать курям там или туда трава не должна расти а 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 Субтитры создавал DimaTorzok